Новости Наруто и Молдова Новости Наруто и Молдова Сегодня то, что будет звучать, это наш проект, так называемый ланж, электронная музыка с использованием группбокса и живых инструментов. Некий эксперимент, который мы тоже в рамках Некуросон решили реализовать. Музыка прикольная, интересная, мне нравится, такое свежее направление. Вот, собственно говоря, те, кто слышал наш проект, подходят, хвалят, приятно. В течение вечера можно услышать кавер-версии самых известных и легендарных блюзовых композиций. Очаровательная Ксения Никора вместе со своими коллегами не оставляет равнодушным никого. Самое интересное, что у нас сейчас происходит, мы работаем над записью авторского материала на русском языке. Вот, буквально послезавтра приступаем к записи первой песни. Вот, засядем в студию, будем работать. Вот, и думаю, что мы к осени выпустим, во всяком случае, уже запишем альбом. И, собственно говоря, вот над этим работаем. Это самое такое интересное и приятное для нас. Живое исполнение всегда звучит гораздо упоительнее любой фонограммы. Приятно среди рабочих будней окунуться в атмосферу уюта, блюза и ярких эмоций. К пасхальным праздникам певица Натали Тома подготовила музыкальный сюрприз. Выпустила новую песню на русском языке «Сирень». Песня называется «Сирень». Песня на русском языке. Меня спросили уже, почему вторая песня, которая выходит на русском языке, так как я русскоговорящая. И, в принципе, понятно, что тяжело запустить у нас на русском языке трек, потому что не каждая радио берет. Ну, насколько возможно, песня появилась максимально на всех возможных радиостанциях с русским форматом. И звучит уже около недели. Очень жизнеутверждающий, позитивный, очень весенний трек о любви. История любви девочки-конфетки, за которые бегает молодой человек, не дает ей прохода. Ей при этом это вроде и нравится, и не нравится, потому что она ждет другого принца, и этот ей не очень нравится. Герой песни, которая бегает за девушкой, известный герой Светлаков. И так и звучит «Не ходи с тромбоном под моим балконом, я тебя прошу, Светлаков». Планируем снимать видеоклип. Сейчас общаемся с разными командами, читаем сценарий. Вот буквально сегодня несколько встреч. И же исходя из этого будет снят видеоклип, видеоверсия данной песни. Песня с очень игривым настроением уже вовсю звучит на радиостанциях нашей страны. Успели расспросить Наташу и о ближайших планах на конец весны и совсем скорое лето. Пишем песни новые на английском, румынском, русском. Я думаю, что недели через 2-3 выйдет новая композиция на румынском языке. Пока не буду раскрывать их карты. Но очень интересный такой социальный трек с жизнеутверждающим текстом, что если встал, нужно вставать и идти дальше и верить в светлое будущее. Натали Тома активно движется к намеченным целям. Рутовая Молдова с удовольствием и дальше будет следить за событиями. И держать вас в курсе всех дел певицы. 20 апреля в Национальном дворце прошел концерт под названием Ион Идойна Алдия Теодорович. 20 лет памяти. Легендарным певцам Иону Идойне Алдия Теодорович в этом году и в Молдове, и за рубежом посвящено много мероприятий. Их сын Кристофор Алдия Теодорович сказал, что цель всех акций – пропаганда музыки родителей для того, чтобы продолжить их жизнь в созданной ими же музыке. 20 апреля в Национальном дворце прошел концерт с участием Валентина Багяна, Татьяны Черга, Иоанна Раци, Оли Тира, Нику Церны и многих других. И сам Кристофор Алдия Теодорович пел дуэтом с певицей Адрианой Руссу. К сожалению, я лично с ними не была знакома, потому что была довольно-таки маленькой. Но тем не менее, мне кажется, что это семья, которой можно подражать. Два любящих человека, которые творили прекрасную музыку. И сегодня, к сожалению, их нет рядом с нами, но их музыка живет в сердцах каждого, кто пришел сегодня на этот концерт. И не только. Эта музыка помогает жить и оставаться в этом мире вечно. Когда меня Кристи пригласил в этот концерт, честно вам скажу, это было для меня честь. Я тот человек, я тот человек из музыки, который на этом воспитался. На них воспитался в те 90-х, когда я уже пытался узнать мир музыки, наш. Я говорю о нашем мире, о нашем молдавском мире. Они были самые большие фавориты. 7 апреля на Центральном кладбище по улице Армянской состоялось торжественное открытие памятника Иону Идойни Алдия Теодорович. Артисты погибли в ДТП близ села Кошерень в Румынии в ночь 29 на 30 октября 1992 года. В 93-м году они были по смертным достойны ордена Ордену Републичи. В этом году исполняется 20 лет со дня гибели этих двух видных деятелей культуры и музыки. Светлая им память. Берегите друг друга и не переставайте ценить тех, кто рядом. Я, Ольга Степаненко, желаю вам положительных эмоций и добрых новостей. Увидимся через неделю на канале Рутовая Молдова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова